Девушки отдыхают. 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 Много времени. Много времени. И для детей, для детей и для детей. И для детей. И для детей. Я знаю, что мы... В Пасху. Мы с вами на день, когда мы еще разговаривали. Да. Поэтому мы можем узнать о проекте с декабря. Мы очень эффектны. Мы очень важны. Да, это очень важно. Всего дня, что мы прошли, из двух недель, я думаю, что мы уже не переследим. Продолжение следует... Мы еще раз поехали в госпитал для посетителей, Магмаско. Сейчас я буду посетить с ними. А, вы будете посетить время в Пампанга? Да, много времени здесь. Он помогает мне. Продолжение следует... Как вас оф personally, hart ли вам по поводу ваших ченвахханов? Магмаско. Как вы сами знаете на канале? Продолжение следует... А значит, Мая Билли, Мая Кэр присуток на Пампанга. А как на панели на двух женщин... Уственные? Продолжение следует... 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 Нет, не только для промышленной промышленности. Мы хотим быть контр-магнитом для Метро Манилан. Ага, я понимаю. Потому что Метро Манилан довольно-межно. Один aspect, вы ожидаете миграция в Пампага? Нет, это не так. Но, например, как-то там, когда я приезжаю к тому, я не знаю, спереди, где-то на Клар. Что случилось в Клар? Метро Филиппин Аэрлайз в Витро Аэрпорт было бавил destroyed этот филиппин Аэрлайз из-за филиппин Аэрлайз В Кларт-Поратай. И в следующем году, много других стран на платье, даже в Кларт-Корее. Поэтому, как и в Кларт-Корее, нужно было в Кларт-Корее. У меня есть туристов, мы хотим это в Кларт-Пампанга. Но потому что, у меня есть более отношения между Кларт-Пампангом, я слышал, что есть в Кларт-Пампанга. Вы знаете, что здесь, в Кларт-Пампанга? Когда края на плать из Кларт-Пампанга летит, в Кларт-Пампанга летит. И они в Кларт-Пампанга в Кларт-Пампанге. Например, возникло о Кларт-Пампанге. У вас на Кларт-Пампанге летит, предоставлен о Лиге, они называют свою жизнь в Кларт-Пампанге с годом. Мы не хотим это сделать 100,000. У нас нет. Осталось с 95. Я уже получил в 95. Мы получили в 95. Я не буду в 90. Может. Я моя лола в Сан Фернандо, Пампанга. Она уже была 98. А, правда? Давай, я еще получил. Это правда. Она тоже очень плывет. Она должна принять. Она принять еще. Я думаю, что в Сан Фернандо. Я думаю, что Мадамный президент об�. Мадамный президент. Она учитывала их на м kans. И даже мой родитель, он обитка, потому что мой родитель переносировался. Они шутболковой мастер, и они были в Сент-Gернат. Если있ать женским в местах, вы что-то имел ленадцать физик, я знаю, это не так, но я это сказал с мадамный парень, Флоренц. Флоренц, флоренц. Мы должны им быть вауарде. Мы должны быть вауарде. Вы, как вы, как вы, как вы. Да. И я, как вы, как вы. Матрон, по-инфоренцам мой, Мик, он кукон тоже здесь, вауарде. Мик, если ты вауарде, ты будешь вау. Ты будешь вау? Я не люблю меня. Она не любит меня. Она просто пластик. Она не проблема, чтобы выиграть. Она не любит. Это много вопросов. Много вопросов. Много вопросов. Она была очень интересная. Она в Кабель, когда я умиилит на голову, она будет привлечена. Она у меня умиилит на голову. Она известная жопа, Субтитры создавал DimaTorzok Но он не успел. Тот-тот-тот-тот. Да. Что это было? Да. 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 Но он не успел. Но я надеюсь, что он не успел. Да. Не успел. Да. Это было очень поздно. Да. Но мы не успел. со мной была лучшая, и моя мама была всегда здесь. Но мы слишком многих с ним есть для вкусных сахара, потому что я её сахара уменьшил много вкусных сахара. Раньше я задумал ее как вкусно вкусных сахара, но она не уйдет больше, потому что она очень богатая, но ещё раз я увидев, у вас очень вкусно вкусные сахара. Да, поэтому, с мами, как у нас вышла, мы сняли. Мы не побежали. Мы не попали в барио. У нас не по-какал, потому что у нас есть у тебя есть шинец, потому что у нас есть шинец, но если ты едешь, у тебя есть с этим. Знаешь, она может быть не так? Вот так? Можно, но она тоже. Она немного храпит. Можете ли вы, мам? Я не люблю. Я не люблю. Она не люблю, мальчик. Я не люблю, но я не могу. Это очень вкусно. Но, мам, что ли вы сейчас на последние месяцы? Вы еще гольфы? Нет, нет. У меня очень тяжелый. Но ты сохраняешь твоего здоровья? Да, потому что у меня есть терапия, у меня есть exercise. У меня есть exercise с утренцем. Мам, это очень тяжелый, потому что у нас очень много людей, которые у вас есть энергия, у вас есть энергия, у вас есть в кухне, в кухне, даже с утренцами. Да, здесь у вас тоже есть. У меня есть еще много людей. У меня есть много людей, в Лубаве, Манилан. Лубаве в Погресс. Я сказал, что у меня есть терапия, что я не могу снять мою водку. А, я так понимаю. Вы можете перейти из Лубаве до Манилан? Да, это только по-другому. О, это только 45 минут. Мы не перейти, но вы не перейти? Да, я перейти. Я очень многое. Я уже не буду работать там? Модель-модель-модель, я работаю там. И утром-третий-модель здесь. Вы делаете здесь? Да, так. Не только здесь, а Равинсвайл. Продолжение следует... 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 Чтобы вы환ать гуравы, желтые осуществления, плагать, запугать и безопасность. Как ты смеешься на увлечений, например? Например, кухню. Гуравы красные. У них есть на границы. У них есть на границы различные, груди. Кухню. У нас есть на карбор. Это есть на границы. Такими, на границах, на помещениях и на вирусах. Композиции, все это могут быть композными. Вы можете использовать это для вашего дома, вашего дома. Но давайте перейдем на больший контекст, который является коммунитием. Для коммунитиема, все коммунитием, нужно иметь свои собственные инициативы. В коммунитиеме есть школы, есть госпитали, есть магазины. Эта институция должна быть сохраняяя. У них есть программа для их сохраняяя. И чем они сохраняяя, тем не менее они оперативно. Как они становятся сохраняяя? Потому что они используют электричество, они используют воду. И ты говоришь, что это может быть урбан-фарм. Но все это может быть, но все это может быть. Да, есть. На воде, есть очень много программ в воде, в условиях или в бизнесе. В коммунитиеме, когда вы выпадаете воду, они используют воду, они используют воду. Но сейчас, это очень тяжелый, но также есть новая технология called bioaugmentation. Это биотехнология в которой вы только используете в китчен синке. И когда вы в воде с помощью с воздуха, они используют воду, и выживайте воду. После того, когда с воздухом выживание, выживайте воду, и отвертая воду, и выживайте воду. Это не полетая воду? Да, да. Но нет в воде. Так же, но нет в воде. Но, если выживаете воду, выживайте, Если вы говорите о сделке о хранении, о глобальном порядке, мы знаем, что филиппинаме использованы эти метагности за последние годы, 20 или 30 лет, но если вы действительно спрашиваете, вы уже поняли что ли на результате этого метагности? Нет. Потому что метагности в тоже на фигене, а также на фан-run. Поэтому, например, это только только за то, только за то. То есть, надо даже задраться. Но с sustainability, forget about climate change, forget about global warming. Потому что если мы обеспечиваемся с sustainability, то есть это на микро-климате. Я, я эквивалентарист, даже если я собираюсь водой, и я знаю, что я обеспечивающее climate change и глобал-климате, я буду скрываться, потому что это проблема на всей планете. Но если мы говорим о sustainability, что это на микро-климате, то я смотрю на климате в моём месте. Это черное расчем, глобал-климат мира, и это черное масштабное, и это мы называемое обороне орбан-хит-иэльд-эффект. Поэтому построена в этом направлении. Убан-хит-иэльд-эффект, что вы делаете? Эта уличная эффекта, это честно, это климате вы чувствуете в комьюнити. Если у вас на доме, Если вы не знаете, что в Макати, в Ортегас, то это будет более теплым. Потому что сементом будет теплым, и если вы не стоите в руках, то это будет теплым. Существительность, вы не только обеспечиваете оборудование, вы также обеспечиваете инфраструктура. Есть программы. Вы поспорите на муку, вы поспорите на микро-климпе, то вы уже обеспечиваете оборудование, и обеспечиваете инфраструктуру. И что вообще не беспокоит меня, когда я разработал муку, здесь в Филиппиде, что многие компании, когда они слышали об этом, они думают, что это очень дорого. Я инвестировал в оборудовании, я инвестировал в технологии, но это не очень дорого. Если у вас есть компания, у вас есть договора, как вы обеспечиваете инфраструктуру? Сейчас я работаю на школе, в Марикина. Это очень большая школа. И, recently, они просто сделали на公開 декларацию о становивении на campus sustainable. И, объективно, это для них чтобы увеличить их на уровне. Не только увеличить их на уровне, но и использовать на уровне на уровне, на уровне. на уровне, на уровне, на уровне, на уровне. на уровне, на уровне, на уровне, на уровне, на уровне, на уровне, по слове на уровне, на уровне. Там же образно. На Grand Canyon. Да- На уровне, на уровне, на уровне, на уровне, Потому что, когда они выходят, у них есть соларный, и это производительная и производительная энергия. Когда они выходят, они увидят, что, вместо того, чтобы находиться в границах, есть более ручки. Таким образом, меньше ручки, больше ручки. Папер не может быть. Папер, если нужно обратно обратно обратно. Поэтому много. Главное, когда мы выполняем, когда мы выполняем, это требование нашей компании для того, чтобы иметь это в комьюнити. То, что все, что все какого-то инвирокативного инвирока там будет проводиться в районах, это нужно возникнуть в городе. Таким образом, мы работаем с госпитанием. Вы выполняет потенциала? Мы выполняем потенциала. Вы выполняет о том, что нам нужно оттенциала электричность. Вы можете вернуть бока. А бока, в поленке, много. Они просто же там, только где ухожу. Как они там, тубок? Да, конечно. Но, ты говорила, что для того, чтобы вода течество, чтобы это было болезнение. Но это иностранное, как это? Давайте поговорим о поленке. Паленке, которые привлекают к воде, которые привлекают к воде, потому что они используются на деревья, и нарушениях, и нарушениях, и нарушениях. Это требование. Это правило. У нас есть РА 9275, Филиппин Климатер Апп. К правило, все Паленкес должны иметь стп, мы называем это свечи тритмент платы. Я не знаю, что это будет имплемент, но некоторые Паленкеса, которые используются, это очень дорого, это будет стоить около 10-15 миллионов. Но с одной стороны, это производит воду, это полюсит воду, это производит воду, и это производит воду, но как можно использовать это, это не нужно для того, что они могут использовать воду. Вы знаете, когда полюсит вода в полюсит, это доступно, Это через стп, как приятная вода, но вы не можете приятного воду. И это вода, это можно использовать, это можно обратиться к стпу, это можно использовать для лиски, So, sustainability of water in terms of recycling the water, reusing the water. Recycling and reusing and making sure that it is fit for reuse. Mark my word when I say that nine years from now, in 2025, our water source is going to diminish. And for us to prevent that, we have to make sure that all the water that we use are fit for reuse. So, we're talking about micro, we're talking about the palengke, the school, the tallier, etc. Now, Metro Manila is a bit congested. So, there are also talks about creating a new metropolis here on the east side, on the Pacific Coast, which is the Aurora area. So, how do you apply a sustainability program to a new metropolis? Because, of course, you should have urban planning. Yes. There are other kinds of things, because if you don't have a plan, maybe you're creating another Metro Manila with disabled gestion. Definitely. The purpose of creating a new metropolis is to decongest Metro Manila. Now, if this developer, if they will not embrace sustainability, we call it the urbanist approach, if they will not embrace it, they will end up to become another Metro Manila. So, how can we incorporate sustainability in three things? One is in planning, as we mentioned. Second is design. And third is in policy. Now, sustainability in policy, makita mo ang Makati. Twenty years ago, ang Makati, yung pinakamatakas na building, sya, siguro mga sa 30th floor lang. But now, there are like 100 floors. So, if you will not incorporate sustainability in policy, dahil kunang ang area, they grow vertically na, hindi na horizontal. The more you grow vertically, it means to say, pagka nagtaas ka na mataas na mataas na condo, kailangan punuin mo yan ng tao. But the streets are still the same street, di ba? So, like, and this is what's happening in Metro Manila. So, there is really no solution when it comes to traffic in Metro Manila, unless you create new metropolis. And when you create new metropolis, you have to embrace the sustainability in terms of policy. So, kailangan mong isipin yung heat, kailangan mong isipin yung recycling ng tubig. Kailangan mong isipin. In policy, pari yung farming, no? Yeah. And then, in policy, kailangan regulated ang height, ang skykeepers, ang height mo. Kasi, the higher you get, the more people you need to accommodate, pero hindi ka naman nag-i-increase ng kalye. That's why it gets congested. So, when we talk about, in a bigger context, when we talk about sustainability, you have to take a look at the heat, you take a look at the waste, take a look at the water, take a look at the environment. And the one that I have not mentioned is take a look at the social sustainability, which is, it tackles the social inequalities. If all of these are present in one new metropolis, then definitely, you know, definitely it's gonna last for 100 years. Oh, kasi, what's the use of creating another Metro Manila kung ganun lang din ang pagkakaplano at palang sustainability. It's the same fate, you know, it's the same fate like Metro Manila. Anyway, thank you very much. That was a very good discussion. Thank you. Thank you. In effect taxes, easily, more than 1 trillion a year. 1 trillion a year? When completed. Samantalang ang pinagkakulang nating, 50 billion lang. 50 billion lang. 50 billion lang. 50 billion lang. So, by in effect buying my 50 billion bonds, you see, I'll be able to put in place all the IPRA and the utilities. Na initially kailangan? Na initially kailangan. O kung pagkisamang basic preparan na yan. experience fun and bonding moments with your family and friends at Maharlika Bamboo Guest House, Seriaya Quezon. With a complete bedroom and kitchen setup for your overnight stays, a jacuzzi, swimming pool, and the function room for your weddings, parties, and conferences. Relax with nature at cause it is friendly to your pocket. Maharlika Bamboo Guest House. Muli nating pakinggan ang panayam kay Atty. Romeo Rojas tungkol sa pagbuo ng susunod na New Metro Manila sa Pacific East Coast. Panoorin nyo po ito. Well, yung ating kanina pang pinag-uusapan, talagang malinaw na napakalaking proyekto nito. Napakaganda at sa tingin natin, after pagkaraang discussin yung problema, pagkaraang i-present yung solution of the congesting Metro Manila, alisin ang kahirapan na kinasasadlakan ng over mahigit sa 10 milyong Pilipinong nakatira sa Metro Manila. Darating na ngayon tayo sa tanong na, can we do it? Kaya ba natin gawin ito? How do we do it? Paano po natin gagawin ito? At ano po ang perang involved para magawa natin ang napakagandang proyekto nito na naglalayong i-decongest ang Metro Manila at lutasin ang kahirapan na dinaranas ng mahigit na 10 milyong Pilipino nakasalukuyang nasa Metro Manila. Atty. Atty. Rojas, nandito po tayo sa bahagi ng tanong na, can we do it? Kaya ba natin gawin ito? At sa papaano po natin gagawin ito? May pera pa ng gobyerno tayo ang gagamitin? At papaano po ang pera na gagamitin dito? Alam mo, Mili, talagang pag-develop ng mga big projects like infrastructure, roads, ports, railways, airports, lahat ng mga infrastrukturang yan, pinipinansyan through bond rotation. Ang most countries that are really very well developed because they have put all the roads, their railways, their ports, their airports, lahat ng kailangan ng infrastruktura. So natural, kumulad yung mga bansa. Sa totoo lang, yung mga bansa na yun galing din sa kahirapan. American dati, priori rin tayo nun sa kanila. Pareho lang, Indian lang yun. Ang mga rin natin. Pero they were able to discover a way of financing big projects. And how is that done? It's actually through a flotation of what is called a bond. A bond is actually a promissory note of the issuer. In this case, in my case, I will be the issuer. Dahil kayo ang mag-i-issue dahil kayo may-ari. Dahil ako may-ari. Kayo ang proponent ng project. Kayo ang proponent. So yung kumpanya ko, ili-lease ko yung stock exchange dito sa Pilipinas, sa Hong Kong, at sa New York, at Singapore, para yung aking bond may benta. So yung malalabi o hindi mabibili, you see, for one reason or another, naturally, ang gobyerno through the central bank will print the money to buy the remaining bonds. That money will be in effect given to me to pay off all the contractors that I need to put up on the ground my roads, my railways, ports, airports, you see. But government center, yeah, government center, lahat ang mga projects dyan. Na pinag-usapan natin ganyan. Yes. Ang kalkulasyon ko dyan, mag-start lang ng 10 billion every year for 10 years. 10 billion pesos. Peso. Peso. Every year. Every year. For 10 years. I will be able to bring up the development to the level, you see, where everything will actually proceed by itself. Yung development will be ready. Yung main ay aarangkada na po siya. Sa loob ng 10 taon. Sa loob ng 10 taon. Kasi sa 10 taon, may ilalagay ko na lahat yung mga infrastruktura at saka yung mga utilities, yung power, yung water, yung telecommunications, you see, lahat na yun may ilalagay ko on the ground. So 10 billion sa isang taon, sa loob ng 10 taon ay isang daang billion. Correct. Sa tingin nyo, kaya nyo i-raise yung sa daang billion? Definitely, kung tutulungan ako ng pamahalaan, you see, assuming na may i-benta ko yung kalahat, eh, maiiwan niya yung 50 billion, magpiprint lang naman ang Central Bank, eh, ng pera, ng 50 billion para bilhin yung aking bonds. You see, yun naman, eh, maibabaling ko sa kanila, you see, many times over, dahil yung aking taxes na ibabaya doon, sa gobyerno, in effect, napakalaki, eh, you see, this will generate in effect taxes easily more than 1 trillion a year. 1 trillion a year. When completed. Samantala, ang pinagkupinakan natin, ng 3 billion lang. 50 billion lang. O, 50 billion lang. O, 50 billion lang. O, 50 billion lang. So, by, in effect, buying my 50 billion bonds, you see, I'll be able to put in place all the IPRA and the utilities. Na initially kayo lang. Initially kayo lang. O, kung magkasama ang basic requirement. Right, yun na. So, the investors will come because all the IPRA and utilities are in place. Nanjana. Nanjana, you see. So, when the investors will come, the value of the land will multiply many times over my calculations. Easily, uh, at least, uh, probably, uh, 500 times. 500 times? 500. So, kung ang value ng iyong lupa ngayon, Assuming is 200. 200. It will be, in effect, 10,000. 10,000. Malig. Third square meter. Napakamura pa nun. Napakamura dahil sa Manila, kung ikukumpara mo, you see, Sa Port Bonipasio, it is already anywhere between 420 to 500. Ditto sa... 100,000 per square meter. 100,000 per square meter. Oh, yeah. And don sa, again, a part mas magandada, el full ocean view unit. O, e ditto. Puli plan, planado na un ayos. Puli master plan. Puli master plan. So, definitely, that is a better place and a better plant area. Yeah. You see? So, investors of plan will naturally go there. You see? If I am a factory owner in Manila, why will I stay in Manila? The land is very expensive. Very expensive. The traffic is very congested. I cannot bring my goods to the port. The port is also very congested. Ababaw. You see? Very shallow. So, why will I stay here in Manila? You see? I will move, you see, my factory. You see? Doon sa bagong metropolis. Of the industrial city. Ah. Where, in effect, the workers are very near the place. So, they don't have to travel very long distance to be in their workplace. You see? And, obviously, when that money is given to me, you see, my land is the security. You see? But, my land will definitely be very valuable. You see? Mag-appreciate. You see? Because, mag-appreciate. So, kung mag-appreciate yan ng 500 times, that is, in effect, 4 trillion. 4 trillion pesos. 4 trillion pesos. 4 trillion pesos. 4 trillion pesos. Contra doon sa unang 50 billion na hihiraming sa gobyerno. Correct. Ang taxes, nababayaran ko lang. Baliwala yung 50 billion. Baryal lang. Baryal lang. Kasi, a projection yan to, at least, 4 trillion. So, kalukohang hindi ako tulungan ng gobyerno dahil napakalaki ng aking taxes na mati. Well, lalo nga po, attorney, kung iisipin na yung lahat ng proseso para pagdaanan ng gobyerno para maging bagong metropolis ito ay nilampasa na. Dahil pumasa na kayo sa NEDA na na-approbahan na ni Presidente Ramos. Na-approbahan na rin ni Presidente Strada bilang isang special economic zone. Hindi lang yun. It is a national flagship. Eh yun, national flagship project. It is highest priority. Highest priority ng gobyerno. Ng gobyerno. So, kailangan na lang talaga i-implement. Definitely. I definitely deserve to be supported. You see, because when that was deliberated in the national flagship, you see, for two years. For two years. For two years. Dalamang taon yan. Yan, inamot. Lahat ng departamento ng gobyerno is represented in the national flagship department during the time of Presidente Ramos and Presidente Strada. Naharap niyo lahat yun. Naharap ko lahat yun. Dinipensa ko yung aking project. Punto por punto. Punto por punto. Pinaliwanan ko sa kanila. The benefits, all the economic benefits, you see, of the project. And, you see, the ultimate is the decongestion of Metro Manila, which if we will not solve, we'll only get worse. You see. And it will naturally result to the decay of our metropolis, which is Metro Manila. So, why not expand Metro Manila to the east? Why should we expand it to the north? It's also crowded. Why should we expand it to the south? It is also crowded. The east is actually not crowded. The only place na maluwag pa. At saka nakaharap sa bansa, which is our biggest trading partner. Japan, in US, and Korea, is 60% of our trade is with them. You see? So, ligay mo, 50 to 60%. Would you imagine the trade you see that we are doing with these countries? And we have no port nor development in the east? Wala po, wala po. Talagang blago yun. Oh, yeah. Although, sa aking natatandaan, noong panahon ng mga Kastila, mayroong kinatawag na Puerto Real. Pero yun po, isang napakaliit na puerto. At sa hindi natin alam na katahilanan kung bakit ito'y napunta rito sa western side ng ating bansa. Sa totoo lang, ang Puerto Real was the base port for the Acapulco trade noong panahon ng Kastila. The Acapulco trade was a trade between the Philippines and Mexico. So, yung Acapulco trade na yan was actually stopped when Legazpi became the Governor General because Legazpi, instead of going to Real, you see, went to Manila. And he found Manila a better place because of the Manila Bay. You see? Naakit pala siya ng Manila Bay. Naakit siya ng Manila Bay. I'm believing in the campaign for clean energy and energy efficiency. Eh, may halaga kasing 7 billion ito, baka dapat kibuli na baro sa business. Okay po kayo sa inyo? In that big procedure, in that thing, what? Anyway, palibir man o hindi, salamat na rin po. Experience fun and bonding moments with your family and friends at Mahalika Bambo Guest House si Riyaya Quezon. With a complete bedroom and kitchen setup for your overnight stays, a jacuzzi, swimming pool, and the function room for your weddings, parties, and conferences. Relax with nature at cause it is friendly to your pocket. Mahalika Bambo Guest House. Sa mga pampangang po na nanonood, Merry Christmas, Happy New Year. Last December 2 po, ay may naganap ng switching mula Meralco Power papuntang solar power na ginawa po ng PNUC Renewables Corporation and ng Philippine Coconut Authority. Doon po mismo sa building ng Philippine Coconut Authority. Kasama po diyan, si Kuya Billy Andal, ang bago pong administrator ng Philippine Coconut Authority. Pinag-uusapan dito ay ang solar RV rooftop at ang renewable energy na makakatulong sa energy efficiency ng bansa. Para malaman natin ang buong detalye sa nasabing switching, mga katulay, panoorin niyo po ito. I wish to thank you, especially the leadership of the executive of the PCA or Philippine Coconut Authority, for trusting our competent team, especially the project team, and believing in the campaign for clean energy and energy efficiency. Thank you! We are that happy! Can you see our faces? Mac-calast,eney! Mac-calast! Black price! Black price po! Black money… Black price! beep beep! nyo ye hours enough beep! Спасибо за просмотр! Напakahalagang bagay para sa Philippine Coconut Authority at sa PNOC Renewables Corporation. Malaking bagay po ang daladala ninyo rito at malaking magandang bagay na sa madaling panahon ay nagkasudok ang PNOC Renewables Corporation. PNOC RC at Philippine Coconut Authority sapagkat napapanahon na magkaroon talaga ng seryoso at agresibong shift towards renewable energy. Kung tutuusin po ay we should have done this yesterday. I hope that this event will signal the savings which we look forward in the next 15 years and more. Magkaraang banggitin yung pang-abat kami sa may ganitong project. Parang ang pakiramdam ko napakaliit namin. Kasi PCI pala 100 kilowatt lang or 80 kilowatt lang. Yung lahat ng pinanggit mong over 100. Tama ba? Kaya nung pinanggit ni Generalite na tulong, ano? Ay inuulit ko yung tulong. Ay may halaga kasing 7 billion ito. Paka dapat libre na para sa PC. Okay po ba yan sa inyo? In that big consideration, ito sa inyo. Anyway, Paliber man o hindi, ay salamat na rin po sapagkat magagawa na natin ito ngayon. At ang gusto kong mangyari ay i-abanggit po ni Engineer Ardon. Maliit yung ating bubong. At kaya ang na-accommodate lang ay 80 kilowatt. Siguro dahil sa maliit ang bubong natin, but we have several structures here. Baka pwede yung, later on, na-expand tayo at lahat ng structure dito na may bubong. Wala naman yata ang structure ng bubong. Ay di, makapopwede makonsider ninyo. Makonsider naman namin. Hindi naman po kami tatanggi. Talagyan nyo. Para, hindi naman kami antungayong bulso sa mga projects na we are po operating with. Ano ba? Kami po ang inyong tulay. Your wish to understanding, please. Ay, na-ira na. Wala na. Kami po ang inyong tulay. Your wish to understanding, please. Na-ira na ako, na-ira na ako. Na-ira na ako. Patapos na po ang ating oras. Kaya kung saan kung sunod sa tayo po, magpapitapit tayo muli. Ay, na-ira na ako, na-ira na ako. Kami po ang inyong tulay. Kami po ang ating.